Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Прошла целая неделя, и я по вам соскучился. И сразу же переходим к рубрике «Хочу попасть в видео». В этот раз вас было совсем мало, а точнее три. Ну что ж, здесь вас мало, зато в следующей рубрике по присыланию ваших персонажей было аж целых три. Горохострельный канал прислал вот такого вот интересного персонажа с его описанием и даже предысторией. Категория «Зараженный урон в ближнем бою силен, чем в дальнем защита железная броня». Именно супер-железный солдат сокращенный СМС. Супер-железный солдат сокращенный СМС. Почему? Ладно, скорость медленная. Он эксперимент солдатов, он сам подросток, он подписал договор с экспериментаторами. Что-то сестра уговорила его не делать этого, но он сказал ей вернусь, поэтому его отправляют на войну, где его заражают. Конец. Забыл сказать полмужской. Прекрасненько. Далее. Тандент прислал имя Тандент. Сумасшедшая белка, но это его псевдоним, никто не знает, как его зовут. Тила-коробка плюс. Оружие-дощечка с маленьким гвоздем. Цель найти здание YouTube и взять бриллиантовую кнопку. Ну, неплохое задание. Далее. Ярик Гоу прислал. Такого вот интересного зайца. Персонаж. Рэбби-ребенок, мастерски владеющий копьями. Одежда-фиолетовая кофта. Оружие-алебарда, в скобочках улучшенное копье. Возраст 13 лет. Прочность, как у любого персонажа, без брони, то есть слабая. Пробитие стена-минус. Цель пытается спасти всех, кто остался в живых полумужской. Ну, вот видите. Уже много персонажей, но мало тех, кто хочет попасть в видео. Ну, это ничего страшного. И переходим, собственно, к гвоздю программы. Это разбор ваших теорий, часть 2. Поехали! И первым на сегодня теория прислал Флиппи Три-6. Ну, как это теория? Он такой просто вопрос задал, а я на него хочу ответить. Прикольно, кстати. Как думаешь, Хеба сильнее Соника Экса? Если ты не знаешь, что Соник Экса это такой же демон. Хочу попасть в видео. Ну, что сказать, это очень интересный вопрос. И единственный скилл, который меня особо заинтересовал в Сонике, даже без приставки Экса, это его скорость. По идее, он сверхзвуковой. У него как бы имя такое, Соник, типа сверхзвуковой. Вот. Но если он соберет все алмазики, то он станет еще быстрее и мощнее. Но, мне кажется, это тема для отдельного ролика, чтобы сравнить этих персонажей. Так что, если вы будете ставить лайки, я сделаю их сравнение. Но эта битва будет интересной. Сразу говорю, переходим к самому интересному. Интересный факт. Пишет Ксебас Браул Старс. Дилда Спастова Малова, это сын Ксебы. Это видно по его волосам и хвосту. Мне кажется, что в конце его сын вырастет и будет сражаться с ним. Это мое предположение. Очень-очень интересный вопрос. Вот, кстати, что я по этому поводу думаю. Мне вообще присылали это давно. И про это говорили очень давно. Что даже на зарубежном ютубе разбирали эту тему по поводу этого Малова. Я посмотрел на него и подумал, да, он очень похож на саму Хебу. Но у меня возник маленький-маленький вопрос. Я узнал, кто такой Хеба именно. Какое животное он представляет. И его якобы жена, которого убил в начале Нати. И у меня возникает вопрос. По внешнему виду его жена это кот. То есть кошечка. А сам Хебе это по идее лесное животное, которое к котам вообще никакого отношения не имеет. И у меня возник вопрос. А его ли это сын? То есть он, ну если на него сейчас так посмотреть, да. Он хвостом похож. И причесоном. Но однако причесон у него темнее, чем у самого Хебы. Это тоже непонятно. И форма его ушей. Тоже странная на самом деле. Так что, если даже это его сын, то очень странный сын на самом деле. И почему он так быстро вырос за этот сериал? Потому что он как бы был младенцем. Первый раз, когда мы его видели, когда его спасал Дилда. А сейчас он такой, как бы, ну такой нормальный, уже здоровый. Вот. Так что, этот вопрос становится открытым. Но предположу, что да, это его сын. Но навряд ли он будет с ним стражаться, потому что он не успеет вырастить до того, как, так сказать, закончится все действие. И переходим к последнему предположению. Я даже скажу, это не предположение. А Dark Shadow просто задал вопрос. Это не тянет на теорию. Теория это вы, если сами что-то предлагаете. А я потом говорю, может такое быть или нет. Так, его вопрос. Давай начнем с теории, что делала Лайми на военной базе, после того, как все это уничтожило. Перерывать может содержать Винск Себы. Ну, второй вопрос мы опустим, потому что это какой-то бред. А насчет того, что Лайми делала на военной базе, это очень интересный вопрос. Но я знаю на него ответ. У меня есть два варианта. Смотрите, первое. Она искала Флиппи, чтобы уничтожить его, чтобы его кровь больше, как бы сказать, не блокировала заражение. А второе... Нет, даже три. Второе. Она просто выполняла какую-то задачу от Хебы. И третье, самое вероятное. Dark Shadow ты расстроишься. Это была просто экспозиция. А экспозиция значит, что? Просто нужно было место для битвы. И, как бы, автор сделал экспозицию именно военную базу, где Лайми всех уничтожила и стояла, что-то непонятно ждала. Так что мой вариант, более такой приземленный и реальный, это просто была экспозиция. Так что ничего удивительного. Это просто, как бы сказать, инструмент повествования. Есть место, есть конфликт, есть решение конфликта, есть концовка. Все. Я так думаю. Если вам что-то не нравится, пишите в комментариях. Ну, а на этом мы будем, конечно, заканчивать. Было три предположения, и мы их все разобрали. Пишите в комментариях, что вы еще об этом думаете. Пишите своих теорий. Присылайте своих персонажей классных и интересных. И про описание их не забывайте, потому что я сам не могу по картинке придумать ваше описание. Вот. Ответов на комментарии не будет. Будут в следующем ролике. Ну, значит, подписывайтесь, ставьте лайки, бейте огромный колокол. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok